Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Суть вопроса заключается в том, что бывшая подруга проявляет большой интерес к жизни автора, но за её спиной. Проявляется это в том, что при организации встреч одноклассников эта подруга бывшая не позвала автора, но при этом сильно интересуется её жизнью у неё за спиной через знакомых, при том, что автор вопроса было неприятно то, что её не позвала. И, соответственно, автор вопроса спрашивает, какое наше мнение о том, что человек интересуется за спиной. Ну, мне видится это так, что мнение здесь нашего никакого быть не может, потому что вопрос касается во многом других людей. И поскольку это касается других людей, поскольку это касается третьих лиц, то я не думаю, что здесь можно что-то комментировать. На мой взгляд, здесь вы совершаете вот примерно, ну, примерно, примерно такую ошибку, думая о том, что мы, как психологи, да, будем комментировать, вот, то, что делают, то, что делают. Третьи лица. То есть, ну, в данном случае ваша подруга. То есть мы будем это комментировать. Вот. Конечно, можно это комментировать, конечно, можно что-то предположить, но, на мой взгляд, это было бы очень и очень непрофессионально. На мой взгляд, это было бы непрофессионально с нашей точки зрения. При этом я вижу, что вы достаточно сильно вовлечены в этот процесс, вы достаточно сильно вовлечены в процесс взаимодействия с своими бывшими одноклассниками. Вот. И, на мой взгляд, вот эта вот вовлеченность, вот эта вот увлеченность этим, некоторое такое, как мне кажется, ретроспективное восприятие того, что происходит сейчас, а именно восприятие взаимоотношений вас и бывших одноклассников, бывших подруг, вот в свете прошлых каких-то моментов, на мой взгляд, играет очень существенную роль. Я бы предположил, что у вас наличествует обида некоторая на людей, которых вы описываете, вот. Некоторая боль, которая осталась после ряда эпизодов, некоторые эмоции и переживания, которые вы не выразили, вот. Потому что вы, ну вот, судя по описанию, да, вы склонны к тому, чтобы эту историю как-то вот замолчивать, на мой взгляд. Повторюсь, на мой взгляд. Вот. То есть, именно это в данном случае и определяет вашу модель поведения. При том, что от себя самой, судя по всему, вы бежите, то есть, вы убегаете от себя, вы убегаете от своих переживаний, вы, ну вот, игнорируете в какой-то степени их, вы как-то вот, ну, на мой взгляд, стараетесь, значит, вы стараетесь не замечать каких-то, ну, каких-то аспектов, вот. И я не думаю, честно говоря, что это то, что идет вам на пользу. На мой взгляд, вам это только вредит и вредит довольно сильно. Потому что вы таким, таким образом за счет, значит, ну, условно говоря, да, за счет других людей, вот, пытаетесь, значит, сделать, пытаетесь сделать именно что-то со своей, ну, со своей собственной жизнью. То есть, решить какие-то свои психоэмоциональные проблемы, вот. И само собой, само собой, из этого ничего не получается, не получается. Вот, само собой, из этого ничего не получается, ну, просто потому что, вот, и не может, как мне кажется. из этого что-то выгореть для вас. Вот, именно по той, именно по той простой причине, да, именно по той простой причине, что это другие люди. Это не вы. Вот. И до тех пор, пока вы не заметите того, что происходит с вами, того, что происходит именно конкретно с вашими эмоциями, с вашими чувствами, переживаниями, вот. с вами, как вы относитесь к этому всему, как вы это все переживаете, проживаете, какая вы в этом, когда речь идет, например, про, ну, про людей, да, вот, про людей, которые для вас, вот, ну, имеют, скажем, скажем так, какое-то значение, да. И значение не последнее. А значение, ну, значение, ну, вот, достаточно, скажем, скажем так, эм, ну, серьезно, да. Вот. То есть до тех пор, пока вы, эм, вот, как-то, эм, к этому не выработаете, эм, допустим, своего отношения, да. Вот. Вот. До тех пор, пока вы, эм, не заметите, как вы, эм, вот, ну, так или иначе, эм, к этому относитесь, пока вы не заметите того, как вы, эм, это воспринимаете. Вот. На мой взгляд, эм, у вас будут существенные, эм, трудности и проблемы. И вы будете, в общем и целом, эм, зависеть от того, эм, как, эм, значит, ну, вот, как, эм, эм, к вам относятся, эм, те или иные люди, к сожалению. Вот. То есть мне это видится, эм, мне это, мне это видится, мне это видится, эм, вот, пожалуй, эм, ну, ну, скажем так, эм, под таким углом, да. Эм, я не претендую ни в коем случае, эм, в данном аспекте, эм, на истину. Вот. Я не могу претендовать на истину, но тем не менее. Эм, в ситуации, эм, в такой ситуации, эм, в такой ситуации, когда эм, люди эм, прямо не участвуют в эм, эм, ну, в контакте, эм, когда люди, эм, прямо не говорят о том, что их беспокоит, когда люди прямо не эм, эм, высказывают, эм, то, что их эм, волнует, то, что их заботит, эм, когда, эм, ни один, ни другой человек, эм, по факту, по сути, эм, не идет, эм, на прояснение, да, а по большому счету, эм, только лишь, вот, старается, как, как-то, вот, эм, через, ну, какие-то, вот, в данном случае, обходные пути, да, эм, найти возможность для себя что-то прояснить, то есть, что-то пытаетесь сделать вы, эм, эм, это, эм, это, эм, эм, это пытаются сделать, эм, эм, ваша, эм, бывшая, эм, попруга, вот, то есть, эм, вот, ну, как-то, вот, знаете, да, эм, чувствуется, чувствуется, эм, что, эм, нет такого вот прямого контакта, как-то контакта, вот, то, эм, в общем и целом, эм, эм, такое вот, эм, как бы сказать, взаимодействие, да, такое взаимодействие, эм, превращается, по большому счету, в эм, эм, сплетли. Вот, это будет становиться сплетлями. И, эм, на мой взгляд, эм, в этом нет ничего, ничего хорошего. Вот, потому что эм, эм, прождают, наверное, прождают, эм, еще больше, эм, еще больше, эм, количества каких-то недопоняток, каких-то, эм, сомнений, каких-то мыслей и так далее, вот. А все потому, что люди боятся, эм, как-то вот, эм, встретиться, сами с собой. Да? Вот. То есть, эм, ну, о чем мы здесь говорим? Мы здесь говорим, по большому счету о том, что ваша подруга, эм, боится встретиться с сын, эм, эм, ну, своими эмоциями, эм, по отношению к вам, эм, своими переживаниями, эм, ну, в том числе, эм, по отношению к вам, вот. Она боится, допустим, как-то, ну, признать, что, эм, что у нее, у нее остались какие-то эмоции к вам, да, что ей не все равно, например, на вас. И вы, эм, в этом, эм, в этом смысле, эм, эм, как мне кажется, вы тоже, эм, ну, вы делаете в общем и целом то же самое. Вот. То есть вы, так же, как и ваш, и ваша, эм, подруга, вы тоже вот напрямую, эм, ну, не взаимодействуете. То есть вы как-то вот избегаете этой истории. Эм, то, что я сейчас говорю, эм, не является, ни в коем случае не является обвинением. То есть у меня нет, эм, такой, эм, цели вас в чем-то, в чем-то обвинить или эм, ну, как-то вот сказать, показать, что вы не правы. Эм, у меня есть задача просто, эм, немножко так вот, эм, более, может быть, эм, полную картинку показать вам, того, что происходит. Вот. Ответить, ответить же, эм, на ваш, эм, вопрос, я думаю, что, эм, нельзя. Да. Да? Не, эм, не вот, эм, допустим, ну, не выходя, эм, например, за рамки, эм, какой-то, вот, какой-то профессиональной этики здесь. Потому что, эм, с точки зрения профессиональной этики, эм, если человек к нам не обращается, вот, то мы не имеем права его обсуждать, мы не имеем права о нем говорить. Вот. Поэтому, я надеюсь только в данном, эм, случае на ваше, эм, некоторое такое, понимание, что-то, надеюсь на то, что вы отнесетесь к этому, эм, лояльно. Вот. Мне бы очень хотелось, чтобы вы отходили, отходили, эм, ну, потихонечку, да, чтобы вы отходили от, эм, непрямого взаимодействия, вот, чтобы вы отходили от, эм, непрямых, эм, значит, коммуника, эм, коммуникаций, вот, эм, с, эм, людьми. И мне бы хотелось очень, очень, эм, чтобы вы приходили к прямым коммуникациям. Ну, да, это не всегда легко, это не всегда легко, это не всегда, эм, ну, не всегда даётся легко. То есть это, ну, вот, эм, это понятно, что это не всегда легко даётся, вот. Но это, эм, на мой взгляд, могло бы решить, э, многие ваши, э, проблемы, многие ваши трудности. Эм, что касается эмоций, что касается, э, чувств, э, ваших, вот, которые вы испытываете, совершенно, кстати говоря, нормально и совершенно обоснованно, вот, то есть, ну, эм, то, что вам, например, больно, или то, что вам, например, э, тяжело, или то, что вам, например, э, неприятные, неприятные какие-то вещи, вот. Это совершенно нормально, вот, это совершенно такая, 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 такая вот нормальная вещь, нормальная история, вот, ничего необычного, ничего необычного в этом нет, вот. Ну, э, нужно, э, чтобы вы, чтобы вы, э, признали, нужно, чтобы вы признали, чтобы вы постарались признать, что да, э, проблема, там, допустим, в моих эмоциях, моих переживаниях, переживаниях, э, в моем, э, в моем отношении, в текущем, к тому, что происходит, есть, вот, и чем, э, лучше, чем активнее вы, э, будете это делать, вот, тем, э, легче, и, так, таким же, Rome, думаю, чем, тем, что, на мой взгляд, вам будет, э, ну вот, э, вот, в этой, э, непростой достаточно, э, э, ситуации, э, вот. И такой ответ получается, я могу вам с точки зрения психологии и с точки зрения психотерапии продолжать. Вот. Добавить? Добавить. Я, я мог бы следующее вот именно добавить. А если мы говорим, если мы говорим вот конкретно про какую-то, скажем так, допустим, ну, вашу характеристику, то добавить в эту ситуацию я мог бы следующее и сказать о том, что на мой взгляд вы несколько неуверенный в себе человек, вот, ну, как мне кажется, несколько неуверенный в себе бы человек. И свои эмоции вы, ну, возможно, идите с их как-то. Вот. То есть, ну, старает их подавлять, а старает их не проявлять. И в любом случае, на мой взгляд, ничего хорошего из такого подхода к, ну, к себе. У вас не получится, к сожалению. Вот. Потому что вы всегда-всегда будете испытывать такое чувство, м-м-м, не очень приятное, это чувство такого, знаете, голода. Вот. В, в вашей потребности, ну, как-то вот, как-то, как-то, там, ситуацию, да, прояснить. Понимаете, да? О чем идет речь. И вот это вот самое, на мой взгляд, неприятное. Вот. Именно то, что вы вот будете, ну, вероятно, себя так вот чувствовать. И именно от этих чувств ваших я бы хотел помочь вам несколько отрубать их. вот. Хотя и понимаю, наверное, да, есть вот какое-то такое понимание, есть понимание того, что, может быть, вам это и не нужно. Вот. Вот. Может быть. Тем не менее, эээ, свою помощь я считаю, эээ, в необходимом предложить, а вы уже, эээ, вы уже, эээ, сами решайте, будете ли вы, эээ, ну, пользоваться этим будете ли вы, эээ, будете ли вы, как-то, вот, эээ, с этим взаимодействовать или нет. Мне очень жаль, что вы оказались в такой ситуации, мне очень жаль, что вы оказались, эээ, в таких условиях, ну, вот. Правда, очень жаль. Мне очень жаль, что вам приходится это переживать, проживать, эээ, но, что есть в данном случае, то есть, и, эээ, с этим нужно, на мой взгляд, учиться обращаться. Вот. Учиться обращаться по, эээ, по возможности, эээ, ну, для себя, для себя, именно, ээээ, максимально, эээ, корректно. Вот. То есть, чтобы вам было, ээээ, ну, вам было хорошо. Мы вам в этом можем помочь. На этом всё. Я надеюсь, что мой ответ был, ээээ, вам полезен и интересен. Ээээ, я желаю вам, ээээ, всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью. Вам она. Помощь пригодится. Удачи! 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 Продолжение следует...